Россия На стыке Востока и Запада, Севера и Юга. Наследие предков. Что это для нас? Стоит ли сохранять его неизменно? Или мы должны развить и переосмыслить по-новому все данное предками? Мы находим ответы в самосовершенствовании, в желании оттачивать свои навыки и двигаться вперед. Находим ответы в почтении к предкам, в уважении к старшим, в качествах, передающихся от отца к сыну. Тяга к познанию и созиданию. У нас в крови. В Дагестане всегда знали, как строить на века и производить изделия, известные далеко за пределами Кавказа. Здесь находились богатейшие города на Великом Шелковом Пути, что говорит о торговых связях со всем известным тогда миром. Махачкала. Столица Дагестана. Точка притяжения международных и региональных коммуникаций. Именно в столице нашего уникального края, в честь семидесятилетия основателя торгового дома Киргу, Саидбега Узайриевича Даитова, проходила выставка изделий местных производителей «Поддержи Дагестан». С именем Саидбега Даитова связаны многие благие дела на его родине. Благоустройство дорог и строительство мечетей, спонсорство культурных и образовательных программ, создание исламского университета и много того, что не перечислить. Организатором выставки выступила компания Киргу, поддержку которой оказали Министерство культуры Республики Дагестан, Министерство по туризму и народным художественным промыслам региона, Министерство промышленности и энергетики Республики, а также бизнес-сообщество Дагестана. Министерство культуры Республики Дагестан Мы являемся представителями компании ООО «МИК», предприятие «Артмебель». Наше подразделение, предприятие, оно выпускает мебель из массива. Садовая мебель, беседки, кашпо. Дополнительно, это индивидуальные заказы по корпусной мебели. С Киргу мы сотрудничаем и отсюда узнали про выставку. Выставка – это очень хорошее мероприятие. Это создает потенциал для каждого производителя, для расширения своего бизнеса, для ознакомления с населением. Я являюсь руководителем мебельной фабрики Дагестан. Мы производим мягкую мебель уже 10 лет. Имеем очень большой опыт, у нас очень большое разнообразие мягкой мебели. Меня зовут Шамиль, я директор и основатель фабрики «Цезарем». Я занимаюсь производством кухонь, шкафов, купе, ресепшенов, барных стоек, спалень. Существуем мы 9 лет, на рынок вышли мы где-то 3-4 года. Я вот решил воспользоваться мамой этой шансом, возможностями и представить свою мебель на суд и взор нашему покупателю. Шесть раз я посещал выставку в Москве, уровень наш, честно говоря, можно похвалить. Для первого раза это очень хорошее, я надеюсь, что она будет с годами развиваться. Думаю, на следующий год, на шала уже мы поставим больше образцов, побольше площади возьмем. Думаю, на высоком уровне пройдет выставка. Добрый день, меня зовут Джеймиля Халидова, я представитель мебельной фабрики «Мебелез». Мебелез, производство офисных шкафов, офисной мебели. Также у нас представлена мягкая мебель и корпусная мебель кухни и столовой столицы. Меня зовут Айшат, я представитель фирмы «Мега». «Мега» – это производство корпусной мебели. У нас офисная мебель, у нас спальни, кровати, шкафы, купе, комоды. И всякие шкафы распашные, купейные. Ну, про выставку, в первую очередь, конечно, мне начальник сказал, что у нас будет выставка, месяц выставки в Киргу. Мы готовились к этой выставке, очень рады, что мы здесь присутствуем. Это прекрасная возможность рекламировать свою фирму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня, как вы знаете, исполнилось с огромным месяц того дня, как открылась эта выставка. На этой выставке была большая посвящаемость людей, покупателей много было, заинтересованных. Наши участники выставки заключили договора и реализовали на месте тоже продукцию. В принципе, это, я считаю, что хорошее начало для хороших, успешных дел в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выставка дает возможность заявить о своей компании, бренде и ее новинках широкой аудитории. Наладить торговые связи с поставщиками и покупателями – это основные ее цели на данном этапе. В дальнейшем, надеемся, будет реализована и более масштабная задача – помочь экспорту продукции дагестанских производителей в регионы России и за рубеж. Субтитры создавал DimaTorzok